Бизнес на пользу себе и региону. В Нижегородской области подвели итоги конкурса инвестиционный проект 2014 года. Среди финалистов компании из разных отраслей представлены сферы промышленного производства, машиностроения, жилой недвижимости, сферы услуг и агропромышленного комплекса. Говорят, занятия сельским хозяйством дело неблагодарное, но на самом деле, когда получаешь слова благодарности за качественную продукцию, за качественное мясо, это самое наилучшее признание. Также в конкурсе были отмечены три дополнительных номинации «Открытие года», «Инвест», «Начинание» и «Самый гостеприимный район для бизнеса». Сегодня в наше непростое экономическое время инвесторы, как алмазы, их нужно искать, очень сложно собирать и удерживать. Особое внимание уделено номинации «Инвестпроект года» в сфере импортозамещения. Здесь те компании, которые вложились в производство отечественной продукции, дабы заполнить рынок, заменив при этом товары в основном Евросоюза. И здесь господдержка оказалась совсем кстати. Мы долгое время считали, это была идеология наших либералов-реформаторов, что у нас есть газ, у нас есть нефть, мы все это продадим, получим деньги и купим все самое лучшее, что есть в мире, и не надо нам изобретать велосипед. На самом деле сейчас есть деньги, а объявили санкции, ничего не купишь. Мы должны посмотреть, что мы делать можем сами, а мы, ну я вам скажу, я ответил призывом бы наших нижегородских купцов, которые были на нижегородской ярмарке в конце 19 века, они написали «мы можем все, только надо захотеть, только надо поставить себе задачи». И вот мы сейчас эту задачу себе ставим. Помощь государству бизнес чувствует, об этом говорят сами инвесторы, иначе бы вкладывать собственные деньги не стали. Наш регион в этом отношении привлекает различные компании, чтобы они открывали свое производство именно на нижегородской земле. Бизнес-среда, отношение властей к инвесторам. И надо сказать, что председатель совета директоров нашей компании, господин Сейго Ханджи, неоднократно встречался с губернатором, проводил переговоры, и в результате этих переговоров компании «Дайда» сформировано мнение, этому региону можно верить. И, конечно, вот этот компонент, он тоже сыграл свою серьезную роль. В конце концов, мы сейчас на стадии реализации этого инвестиционного решения. К слову, то, что инвестклимат в Нижегородской области сегодня весьма комфортный, отмечают и на уровне правительства России. По этому показателю мы в лидерах по Приволжскому федеральному округу. Ежегодно регион получает в основной капитал около 300 миллиардов рублей инвестиций.